Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Сейчас зима и думаю, что многие из вас в этот зимний период холодный очень любят посещать сауны, бани, чтобы попариться, подышать различными травами, настойками. И, соответственно, в этот период очень часто мы болеем различными остро-респираторными заболеваниями, вирусами, гриппами и стараемся сходить в баню, полечиться, соответственно, пропарить косточки, подышать горячим паром и очень часто мы используем в банных процедурах Вот такие вот препараты. Я вам сейчас показываю настойку эвкалипта, которая продается в аптеке. Я очень часто раньше и сейчас использую вот такие вот настойки. Они недорогие сравнительно. Есть еще в точно таких же пузырьках настойка мяты-перечной, тоже для бани. Не только для бани. Вот эти настойки на основе спирта, они предназначены в большей степени для, конечно, ингаляций. А в бане либо в сауне их применяют для того, чтобы также сделать ингаляцию. Но в условиях, так скажем, сауны или бани растворяют вот эти вот вещества в воде. Спиртовые настойки растворяют в воде примерно в объеме 1 к 5. Так как здесь достаточно крепкая спиртовая настойка, то есть ее немножко нужно, чтобы добиться хороших запахов и ароматов во время банных процедур. Этот ролик я решил снять потому, что недавно, купив в аптеке вот такие вот пузыречки, как обычно для бани и для сауны, я столкнулся, так скажем, с не очень хорошим качеством и довольно-таки посредственным ароматом вот этих вот настойок спиртовых. Не знаю, может быть изменилось качество, либо поставщик, но я в принципе всегда покупал вот в таких пузырьках и все было нормально. И решил сделать такую настойку сам. И я вам сегодня расскажу, что из этого получилось и как я ее сделал. Я вам покажу уже готовый результат, но сделать ее несложно, вы сами все поймете, как это делается. Я решил не мелочиться и сразу сделал вот такую вот трехлитровую баночку, то есть в объеме трех литров. Сделал настойку эвкалипта. Как она готовится? Все очень просто. Покупаем эвкалиптовый веник. Веник тут должен быть достаточно хороших размеров, ну, среднего размера, в принципе, будет достаточно, чтобы заполнить трехлитровую баночку. Берем эвкалиптовый веник и аккуратно с него все листочки отделяем и набиваем трехлитровую баночку. Вот посмотрите, как она плотно заполнена, поближе вам показываю. То есть прямо, можно сказать, я ее туда плотно-плотно набил. Вот видите, свободного места практически нет. То есть хорошо набиваем, прям вот так уплотняем чем-нибудь таким удобным. И далее мы используем, чтобы сделать спиртовой настой эвкалипта, тут несколько вариантов существует. Можно использовать водку. Водку можно самую дешевую брать, потому что, естественно, мы ее внутрь употреблять не будем, а будем ее использовать для приготовления настоя. Самую дешевую водку берем и заливаем. Водки примерно потребуется около полутора литров на трехлитровую банку. Но еще зависит от степени уплотнения листочков, которые вы туда положите. Чем, соответственно, выше уплотнение, тем меньше получается спиртового раствора. Но раствор получается более насыщенным. Либо, второй вариант, используем самогон. Он также можно использовать, хорошо годится. Примерно 40-50 градусов должно быть в самогоне. И также он очень хорошо работает, как, так скажем, спиртовой настой на эвкалипте. И третий вариант, это если у вас есть спирт, чистый медицинский спирт, то тогда вы его просто разводите, соответственно, чтобы он был примерно 40-50 градусов. И также заполняете баночку с эвкалиптовыми листьями, спиртовым раствором, уже доведенным до примерно 40-50 градусов. Всё это убирается примерно, естественно, закрывается крышкой баночка, да, и убирается в тёмное место с комнатной температурой. Я храню при комнатной температуре в шкафу. Примерно через 30 дней, через месяц данный раствор уже можно применять. Но я, конечно, рекомендую подержать его подольше, где-то дни так 50-60, если у вас есть такая возможность, потерпите его, подольше его подержите. После этого периода, конечно, раствор начинает приобретать, ну, совершенно такой фантастический аромат. И, соответственно, он чем дольше стоит, тем он больше насыщается ароматическими веществами от листьев эвкалипта. Таким же самым образом можно поступить, если вместо эвкалипта, допустим, летом вы наберёте мяту, либо мелису, и также баночку плотно набьёте этой травой, и зальёте спиртосодержащей жидкостью. Что же, как я дальше поступаю? Вот прошло, скажем так, 50 дней. У меня уже готов спиртовой раствор для бани. И нужно использовать, ну, либо вот такую крышечку с дырочками можно использовать. Можно использовать обычное сито. И я применяю обычно вот такую бутылочку. Здесь 0,5 литра. Потребуется также воронка. И наполняю я её раствором эвкалипта наполовину. Сейчас я это сделаю и расскажу вам, почему наполовину. Вторую половину я добавлю обычной водой. Потому что данный раствор очень концентрированный. И, естественно, использовать его для того, чтобы создать в бане запах эвкалипта, будет, ну, очень концентрированный он получается. Поэтому я его разбавляю примерно 50 на 50. 50% воды и 50% спиртового раствора. Вот в этом случае уже можно на камушке, в бане, в сауне такой раствор использовать. Это самый оптимальный вариант. Можно также уменьшить концентрацию, если вам покажется слишком запах концентрированный, резкий. Ну, допустим, будем использовать одну часть спиртового раствора эвкалипта. Остальное всё добавим воды. И добавляем на камушке. Если вы используете и захотите использовать данный раствор для ингаляции, используя ингалятор медицинский уже, то тогда разбавлять ничего не надо. Просто добавляем в ингалятор небольшое количество вот этого спиртового настоя. И потом уже, ну, по-разному. Там я, допустим, кипятка добавляю и этими парами дышу, если у меня насморк, либо приболел. Вот так вот я использую данный раствор эвкалипта. Храниться такая настойка может неограниченное количество времени. Этот спиртовой раствор эвкалипта оказался намного более душистым, приятным. Запах более сильный, ароматный, чем вот такой настой, который я обычно покупал в аптеке. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк под видео.